Сделано в ветке Немножко реставрации Немножко пополнения Готовим глобальную выставку Открывается она 10 сентября И будет посвящена 60-летию начала телевещания Как раз в 58-м году В 57-м уже телецентр был построен В году О котором сегодня пойдет речь Но тем не менее Будет очень интересно Будет выставка в инженериуме Где собственно музей располагается Да располагается музей ВетГУ Вот У нас лето Отличные вечера в ботаническом саду Будет у нас В прошлую пятницу Мы как раз таки анонсировали план мероприятий В ботаническом саду на август и сентябрь Я думаю что многие слушатели Возьмут на заметку Да у нас будет 17 августа Эльтанго В саду Стиляжный вечеринка А 19-го по-прежнему Джасмин Сард Ну и 23-го я там Читаю лекцию О стилягах на вятке Вот мы тут гадали с Николаем Голиком Вам небезызвестным Сам Евгений Альбертович Придет в чем-то стиляжном Или не придет? Приду Приду В прессе меня путятиным назвали Но я думаю Кому надо тот знает Многие Многие вас по-доброму называют Пят-пят Тунин Ну это историческая фамилия От деда Да Так ну сегодня да Программу мы посвятим Чему? Мы начали еще в преддверии 9 мая История нашего города Кирова Непосредственно в послевоенное время И вот так постепенно От передачи к передаче Мы уже добрались до 1957 года Ой, хороший год какой Да, и сейчас мы будем подробно освещать Те события, которые произошли Непосредственно в том году Да, кстати, вот Знакомые меня часто спрашивают Музей, который вы возглавляете Он открыт вообще? Он работает в режиме выставок А, выставок То есть так просто вот Там есть фонды Выставки они регулярно происходят Ну я в частном порядке могу фонды показать А вот в режиме выставок Работаем Итак, на 60 лет вперед А, назад, простите Да, переносимся На 1957 год Да, хороший год Позади легендарный 20-й съезд партии Да Ой, много чего В 1956 году Ну могу сказать, что вот на фоне всех этих Трудовых лет Там разоблачительных Голодных и прочих 1957-й Прямо-то и феерический год Такой для всей страны Это год Предшествующий году моего рождения Ну вот прямо Действительно Читаешь И жизнь бурлила И пила Тут и фестиваль Тут и спутник Тут и собака в космосе Тут и первая францовщина В общем, тут и партийная борьба Отстав и правительство За наследие, так сказать И Жукова Тут и события на Кубе В общем, скучать не приходилось И интересно бы было побывать Конечно, в этом году Вот что мы и сделаем сейчас Виртуально Вот единственное, что Эфир Ой, был на радио У нас будет не только 60-летие начала телевещания Но и 90 лет радио Радио 57-го года Оно было Предоставлено в основном Абонент с именем Громоговорителями Проводными Или радиоточками Они уже были Ну, оставались Вот эти послевоенные Огромные черные тарел И, ну, в основном были уже С претензией на дизайн Радиоточки Уже и пластмассовые Промышленность работала уже Активно в этом направлении Да, да, и артели И это там заводы Все лепили эти радиоточки Вот И в каждом доме она была Будила утром гимном В 6 утра, насколько Провод В 6 утра, да На завод Вот она и функции будильни И обычно ее не выключали В доме вот это Единственный такой Был у нас Доступный эфир Не эфир, а проводное радио Потому что радиоприемники И они еще В принципе были предметом роскоши Особенно дорогие И богатые приемники В дереве полированные радиолы Они были там Модельно-министерские Генеральские Полноценный предмет Интерьер Интерьер А обычно народ попроще Вот в Ирове брали там Поменьше, маленький В карболите В таком дереве Без отдел И огонек А москвич Вот приемнич И были стрела Вот 57-го года И оно слушали Конечно Даже для Олхозов Были специально Выпущены Батарейные приемники А у нас В Ировской области В отдаленных Олхозах Что говорить Про 57-й год Электричество В деревне Провели в 70-м Году В последнее Были чтобы там Прослушать Полит информацию На полевом стане Были специально Батарейные приемники И то есть Сам приемник отдельно И куча батарей Их размером С хорошей Ирпич Они были отдельно Вот это вот Приметы эпохи Ну В целом Конечно Что можно было Послушать Надой Превессы Портсъезд Разоблачения Планы И так далее Международные новости И то что в районах У нас там Это сейчас Вот кто знает Терра инкогнито Там что делается В Туже Или Арбаже Или там В Афанасье А тогда вот Постоянно Работали Газеты Писали И по радио Но сейчас сайты Есть у нас Муниципальных образований Можно в интернете Но кто пойдет А там Ты хочешь не хочешь Ты будешь слушать Там Волков В каком-то районе Добыли Добыли Или там Еще Это новости Ну вот В основном Конечно Все было Помимо Региона Тут была Своя жизнь Своя битва В верхушке В обкоме Партии Новая власть Старая власть Но в основном Центральное событие А самым центральным событием Был конечно фестиваль В 57 году Вот Полное название Напомним Фестиваль Международный фестиваль Молодежи И студентов Это не первое Это был шестой Даже шестой Вот где были перед этим В Берлине по-моему Еще где-то Но вот представьте Что в Москву Ну конечно из Ирова Поехали туда Но приехали 34 тысячи Юношей и девушек Из 131 страны мира Вот Это же отовсюду Из Мекси Из Зимбабве Там Из Аргентины Отовсюду Кто приехал Студенты Откуда у студента деньги Позвольте спросить На фестиваль Правильно Написали Что целый месяц По Москве гуляли толпы Бездельников Которым в принципе СССР и оплатил Приезд Отъезд Проживания и пропитания Потому что Любые людоеды В Африи Если они там Сейчас говорят Если они выступали Против правительства И называли себя Лояльными Омунистами А даже чуть-чуть Лояльными Там Ими это Социализму Или омунизму Они немедленно Получали финансирование Из СССР И оттуда Вот Называлась Прогрессивная молодежь Которая Может быть И понятия не имела Социалистическая молодежь Да-да-да Вот они и съехались Ну разные были люди Но В целом Действительно Вот СССР Он понес Огромные затраты Об этом сейчас Не вспоминают На фестиваль Но Конечно Было В мир Посмотрели На яркую Жизнь Этой прогрессивной Молодежи Вот И появились И стиляги И францовщики И дети Фестиваля Всех цветов И прочее Прочее Кировская делегация Наверняка Ездила в столицу Да Конечно же На фестиваль Да не только Фестиваль Тут Кто угодно Не знаю Были ли Девушки С целью Выйти замуж За иностранца У нас на Мудиале Но наверное Что-то было Откуда взялись Дети Фестиваля Да и в Ирове Говорят Где-то вот я что-то читал Что и после 57-го года И в Ирове И негритята Рождались Непривычных Для вятки Цветов кожи Естественно Природа Берет свое Все было интересно Вот если Например Из дальнего района Девушка Что она видела Там Господи боже мой В своей Деревне И вырвалась Когда на грузовиках Возили Студентов С транспарантами А тут парни Бразильцы Ну а что поддержка Была Конечно Не только Всех людоедс И прочих партий Но вот В 57-м году К примеру СССР Простил Албании Задолженность По кредитам На сумму 442 миллиона рублей Вот Это не те рубли Которые сейчас Не те рубли Это на фоне того Что дорог в стране Не было Сельскохозяйство Было Там говорили Хрущев запустил Не только спутник Ну и сельскохозяйство Ну и да Сельскохозяйство Ответ был Ваня Тоте Что передай своему папе Что я сажаю Не только грузу Но груза была позднее Вот Албании Простили Ничего не меняется В этой стране Боже ты мой 442 Представьте В Хорватии Мы что-то простили Вот недавно Построено Да Но мало того Что простили Еще добавочный Кредит Албании Дали В 31 миллион рублей Для отмены у них Запомните Арточные системы То есть для отмены В Албании Арточные системы Советский Союз Простили 442 миллиона И еще вдобавок 31 миллион Даже наш бы город Можно было Если бы отдельно взятый На этот 31 миллион Да какой город Всю область бы Сделать Вот И еще обязался Оказывать помощь В разработке плана Развития Албании На 15 лет Ну как же Дружественный народ Ну и страсти были У нас конечно Вот Даже Хрущева сместили С поста первого Серитерия В руководстве СССР Ну это тоже Событие года Возник Раскол Хрущева действительно Сместили В 57 году Но через Три дня Пленум ПСС Отменил Омпартии Если кто подзабыл Отменил решение О смещении Хрущева А наоборот Те кто его смещал Были объявлены Ну если не врагами Народа То антипартийной Группой Молотова Гановича Маленкова И примкнувшего К ним Шипилова Это уже мем Конечно известный Шипилов Это был Председатель ГБ А у нас на местном уровне Эти события политические Как-то отражались Конечно Была борьба У нас же Я говорил Про первого Секретаря Здесь Были ставлены И Москвы Были авторитарные Руководители Была борьба И это все Усугублялось тем Что в 57 году Начала разрушаться Сталин Вертикаль власти Которая была Выстроена Практически Вот По сегодняшнему Принципу Точнее сегодняшняя По тому принципу А Хрущев Решил власть Децентрализовать Вот за что И в частности Пытались его сместить И поэтому В Ирове Такое возникало Двоевластие То есть В 57 году Возникли Совнархозы Это И органы Были местного Самоуправления Которые Вначале Планировались Немногочисленными И Не очень влиятельными И всегда В России Бывают Они Обросли огромным Чиновничьим аппаратом Ну да Действительно Двоевластие Вот если представить Наш Вот наш университет Главный Орпус Госуниверситета Вот он Был примерно На одну треть Меньше тогда Он не был Конечно Университетом А вот это здание Ближе Правительству Области Ближе Радиостанции Ну я понимаю Это был Построен И Назывался Совнархоз Вот здесь Была Альтернативная Власть Но это Это еще мало Вот В шестидесятом Году вообще Омы разделили На сельские И промышленные Это вот был Полный финиш Ну и тогда Была путаница Конечно Кто за что Отвечает Должны были Конечно На Фонях Благих намерений Что будут Сами Принимать Режения Без УАЗ И Москвы Вот Децентрализация Власти Больше свободы На местах Как говорится Все получилось Обычное Образ Разруха Они запутались Сами в себе И в итоге Следующей власти Следующему Генеральному Секретарю Брежневу Пришлось Всю эту Лабуду Отменять И возвращать Но это Это уже Другая история Более поздняя Обычные рельсы Ну мы до Ирова Доберемся Но сейчас Пробежимся В целом Не может Уже наш город Вауме Существовать Посмотрим Что в 57 году Все это И в мире Было Ну вот представьте В этом году В США Насчитывается Около 100 тысяч Владельцев Внимание Цветных Телевизоров Цветных А у нас Пока еще Немного Ну в городе Если сотня Было Владельцев КВН Ну КВН Там Их-то Других Моделей Там уже были Ленинград Телевизор И еще В 57 году Ое что делали Но вещание Началось Через год Люди Запасались Телевизорами Заранее Вот стояли Элементы Интерьера И ждали Ждали запуск Хотя в 57 году Было построено А в Америке У нас На весь город Ну город был Тогда Где-то 1250 300 Максимум Ну еще Не началось Не начался массово А то Сельского населения А там 100 тысяч Цветных Ну есть Вот возник Такой персонаж Фидель Астра На Кубе В 57 году Повстанцы Во главе с Фиделем Совершили Первую боевую операцию Против Правительственной армии Нападение За арму В Лаплате Конечно Им он Ни социалистом Ни иммунистом Тогда еще не был Вот Замутил Повстанцы Все эти дела Это уже в дальнейшем Вот Ну и события в Итая Начали развиваться Компартия Итая Приняла указания Подтвердившие Переход партии Итайс И методом строительства Социализма На основе Идей Маадзадуна Что и привело В дальнейшем К разладу Культурной революции Чугунолитейным печам В каждом дворе Истреблению Воробьев И прочим И прочим делам И в итоге Конфликту С СССР Который вылился В противостоянии Уже в пограничных районах Но это уже в поздние годы Ну вот Маадзадун Тогда начал Но если есть более Веселых событий То на другом конце мира В городе Ливерпуль Джон Леннон Познакомился С Полом Маккартни Вот интересно Вы посмотрите В это же время В бывшем винном погребе Открылся Эверн Клаб То есть Клуб пещера Который через несколько лет Приютил Будущих Битлз И оттуда Началось их Триумфальное путешествие По планетам Легендарные Битлз Легендарные Ливерпульские четверки Да И в Риме Подписали договор Об учреждении Европейского Экономического Сообщества Все это 1957 год Вот Ну что же у нас В городе было Да Давайте Об этом Вот 1957 году Построили Путепроводы Первый на улице Муны Через железную дорогу Московской Ныне Вот А второй Это Октябрьский проспект У ОЦМ Когда не было Этих Эстакад Автобусы Троллейбусы Позднее Уже стали ходить Особенно По Московской Автобусы Переезжали Через рельсы Вот были То есть был спуск Да Подъем был Да И даже Предпочитали ходить То есть сейчас Богом забытая Дорога Она была Параллельно Улице Московской Коммуны Севернее Вот она выходила Прямо Воротом Епархиального Училища Была Многоводная Многоводная Речь Олюльчин Это мостик Через нее Сейчас это Переулочек От станции Иров-2 Ировкотловский Да Вот где-то А тогда вот Альтернативные Обходили А на ОЦМ Конечно было Движение Там Много людей Ездили Потому что На заводы И на ОЦМ И на Филей Вот Надо было Развозить Ночью После смены Удата И вот была Грандиозная Авария Когда грузовое Атакси Грузови С людьми В кузове Попал Под поезд Да Там большое Количество Погибших Большое Тут прямо Был большой Стрест Предтеча Взрывы Наверное На всю страну Прогремел На стадионе Да Поэтому Ускорили процесс Сейчас расширили Этот мостик Но вот тем не менее 1957 год А до этого Были При таком Неинтенсивном Движении Вот все Даже Проп И собирались На это Но в целом же Город был На конуне Больших перемен Атябрьский проспект Уже Строительных перемен Да В том числе Пунктиром Обозначался Но у большинства Жителей Жизнь В принципе Она не менялась По стилю своему Дореволюционной То есть Те же деревянные Только плотнее Стали жить Те же Традиционные Деревянные Дома Те же Скрипучие Лестницы Те же Холодные Сортиры Тоже Отсутствие Удобств Вот Печное Отопление Да Дрова Был Дрова Можно было Упить У нас был В городе Дровяной Склад Это если Представьте Улица Ленина И Герцена Вот там Было Какое-то Страховое Агентство Или страховая Компания Сейчас я не знаю Что в этом доме Ну это остановка Сейчас Трифодных Монастырь Да-да-да На четной стороне Это дом И вот во дворе Был травяной Склад И Дрова Можно было Упить Домой Заказать Интересно Было Что первые Люди Которые Въезжали В Сталинс И дома Пусть даже В коммунал И там Или Ну Хрущев И они в 57 Году Начались В СССР И конечно Позже В 57 Уже Начали Чремуш Застраивать И все То было Печное Отопление Не только В деревянных Домах Но и В кирпичных Вот на всех Сталин Были трубы На ухнях Обязательно Была Ну она Из кирпича Была печь Но железом Закрытое Обычно Прямоугольной Формы Туда можно Было поставить Ванночку Детскус И петить Воду И интересно Что покупали Дрова И мужики Таскали свои Дрова Были дровини Либо во дворе Либо в подвале И вот Когда надо было Протопить Бежал в подвал На пятый этаж Вот в принципе Не считалось Физкультура Да Большинство домов Отапливалось Не от ТЭЦ ТЭЦ еще В принципе Не получило От их мощностей Свои отельные То есть Во дворе Представьте У вашего Она огромная Горячая труба Куча этого Пепла Засыпает Двор Куча этого Шла Которые выносят Если углем Топили там Или чем-то То есть Если Вам не повезло Было в ту пору Попасть в тот дом Где Была в подвале Котельная Да еще и в тот подъезд То это очень сильно Не повезло Главное тепло Главное не холод Да еще В дровеньках Вот при скученности Продолжалась И Это Личная жизнь То есть Если Много Поколений в семье То Обычно Молодые Лето Жили Проводили Электричество Радио Там Обустраивали Жизнь Временный летний домик Я имею ввиду Не в подвалах Но и подвалы Для других Постройки Во дворе Которые Они сейчас Порой вот едешь В сторону Там Отдаленных районов И Смотришь Ага Древние И еще живы Живы Вот с той поры Уже Еще не упали К 57-му году Город начал Обрастать Посел То есть Предприятия Уже Почувствовали В себе Силу И мощь И возникали Они и назывались Поселок Сельмаша Поселок ТЭЦ Там Не район А просто Поселок Завода ОЦМ Такие направления Куда дальше Город развивался Там в принципе Всех-всех знали Вот К примеру Поселок Сельмаша Там был Огромный Деревянный Клуб Сейчас и воспоминаний Не осталось Была своя жизнь В город Не часто Наверное И вот это разделение Поселок И оно и привело Дальнейшей Такой Многолетней Даже Десятилетий Районной Районной Розни Потому что Уже тогда Наверное Было опасно Заехать Хотя казалось бы Из-за чего В возрасте Ну просто Нет В 57-м еще Такого Может быть Не было Ну это почему Там всегда Были Если в город Из деревеней Сезжались То всегда На танцы Деревня В деревню Там Местный Приоритет Их-то Погнали Наши деревенские И прочее В ту же А деревенские Говорили Погнали Наши Городские Ну а тут Погнали Район На район Вот поселок Филе Этого Завода Ну Филейского Тогда Еще Не знаю 20-го Это процесс Да Может и Приспоили Тогда Уже В 57-м году По-моему Это 50-е Да Был номерной Завод Еще интересно Что При кризисе Жилищном Когда было 5,5 метров В 57-м году Началось Такое Явление Застрой Охоз Способом Домов То есть Ни город Ни предприятия Не могли Обеспечить всех Но Самые Продвинутые Заводы Они Выбивали себе Территорию Завозили Стройматериалы И вот Люди знали Что они Получат квартиру И после работы Счастливый Будущий Новосел Он дул На вторую Свою смену По строительству Собственного Жилья Это вот Если ехать Сейчас По улице Лепсе И оттуда Направо Перпендикулярно Улица Цеховая Улица Вот эти дома Малоэтажные Там не очень Высокие дома Это даже По улице Дзержинс Вот этот Бывший поселок Хоцема Они были Застроены Хосспособом То есть Человек Шел Он старался Он В отличие От наемных И работников Он делал Это для себя И огороды Там разбивались Да Поэтому Люди Стремились Выехать Из бараков Этих Военных Послевоенных И поэтому А дома строили У нас В 1957 году Не было Еще завода Для производства Ирпича Селикатного Ну Красный Тоже Ирпич Где-то Еще Может и делали Но раньше Где его брали Цирк И ломали Вот Им-то образом В первую очередь Использовали Если можно А поэтому Строили Из шлакоблоков То есть Вот эти вот Массовые Отельные Они производили Шла В немеренном Количестве А стоило Чуть-чуть Добавить туда Цемента Шла И так что-то Цемента Образующая Связывающая Фракция была И отвратительного Вида Черные Сыплющиеся Шлакоблоки Хватало Например Построить Дом Даже помню Знаменитый Мультфильм Вовка В тридевятом Царстве Там одна Из загадок Василисы Премудрой Была Сколько нужно Шлакоблоков Чтобы дворец Построить Ну Мультфильм То из того Время И поэтому На заводе Вот ОЦМ В частности Вот эти дома Строили Шлакоблоков Но их потом Штукатурили Красили В розовый Желтый цвет Они не отличались От кирпичных Но вот Честно говоря Жить бы мне Не очень хотелось Но тем не менее Было Счастье Все это И получить Даже Не в большой Ой-то Сталин А Вот методом Народной стройки Как тогда называли И никто не следил за этим Никто не Пытался Пытался Наказать Там не может Человек Там была планировка Было все Вот это Где-то Ну вот Бывшая пригородная деревня Тиминцы Это вот Раз ОЦМ Который называли Латун И тогда Вот он построил Первый По селу Это было Дешевле Чем из Красного Ирпича Ну К примеру ЦМ Был Заразительный Правильный Вот этим Хосспособом Или методом Народной стройки И начали строить Посел Исельмаш Итес Филей Ишинный завод Подключился На И ныне Этот район Вот я уже говорил Район Называется Болото Вот на границе Болото Была построена Улица Шини Ф Она вот Называется Евгений Левертович Давайте сейчас Небольшую Паузу Сделаем Реклама Да я скажу Что все хорошее Потом повторяется Вот эти МЖА Которые возникли У нас Во время Перестрой И это было В принципе Эпирование Вот этого Метода Вот этого Процесса Так Реклама Евгения Питонина Историк Краевед Руководитель Музея Вятского Госуниверситета Это программа Историческая Программа Сделанная В Вятке Вернемся Через Полторы минуты Продолжаем Наш разговор 57-й год Напомню Город Киров Ну и год Конечно же Примечателен Еще и тем Что грандиозные Строительные Планы Строятся И строительство В прямом смысле Уже Начинается Пунктиром Мы сказали Октябрьский Проспект Обозначен И народный строй И Октябрьский И все Ведь народ Тогда Понимаете Никто же не знал Чем это закончится Что все это Сползет Сползет В начале Хрущев И потом Темпы Занизятся Потом И вообще Заглохнут Жилищный Резис Будет Фактически Сохраняться До Распада СССР До 80-й А тогда думали Что раз начали Интенсивно строить То это и будет Вот мы Барай Но не в этот дом И на Октябрьском Едем Но через два года Построят Вот эйфория была Тем более Спутни Фестиваль Музы Танцы Все По радио Можно было слышать Но вот я говорил Главное событие Года Все Наверное Если Соба И в космосе Это ладно Лай Вот кстати Соба Возвращать Никто не думал Поэтому Все Герой И животные Они там А тогда Известно было Что Потом и сигареты Лай Были Особенно В ресторане Заказать Новый бренд Сигареты Лай Лай Да Были По-моему Вернули Белый стрел Первая Соба И они Загорели Но это Ладно Смонавтами Навсегда О печальном Все И фестиваль Вот Конечно Упор на стиляга Но в 57 И стиляги Ну не было Еще Тем более В Ирове Это же всегда С запозданием А стиляги Ну понятное дело Что Имидж Уже И стиль Описан Эти Узкие Брюки Мы посвящали Тоже отдельно Программу Кировским стилягам Вот нынешние Хипстеры Штаны идут Идешь по улице Смотришь Там В обтяжечку Штаны Голая нога Носочки Коротенькие А интересно Что Или вообще без носочков Ну да Вот что-то такое Вот это И стиляжная Мода была Мода в Ирове В 57 Она была полностью Противоположной Такой Антистиляжной То Все серая Все серая По прежнему Серая Толичневая Нет Она была уже Более Такая мода Или более повеселее Уже Как-то Более человечная Но все равно Если человек Вот нынешнего Одеть В то Что носили Тогда Это огромный стресс Вот например Для всех Причем В достиляжную Особой Считался Это широченные Штаны 30-35 сантиметров Причем Это не Леш А штаны Были Вот они Впечатление Юбки Производили Смотришь Старые фотографии В этих Широченных Штанах И мужчины И женщины Нет Женщины Они практически Все-таки Там Особенно У нас Он через год В нашем Консервативном Ну я забегу Вперед Но вот через год Да у нас Хрущев Выпер Институт Пушнины И животного сырья Он назывался Это сегодняшний Внеос В Иров То приехал Будущий Доктор Рэйтин Сергей Александрович Иров Он ходил Фотографировал Узнавал место И потом К нему подошел Занудного Вида Местный Гражданин Ткнул пальцем И говорит Молодой человек На вас Женс И головной убор То есть А гренит был Берет Из пипочки Вот То есть Если даже Берет не могли В Ирове Идентифицировать Как мужской Предмет одежды Женщина в штанах Она А вот И хотели штаны Причем Эти штаны Были в складах Наталии Они начинались Вот там И вот Если помните Сейчас вот Не делают А раньше Вот в армии Штаны выдавали Там-то и Были матерчатые И полуремешки Которые могли Утянуть талию И все Вот на тех штанах Было не два А один сзади Что вот На армей Их этих Галифэ Что на гражданских штанах Пиджаки Уже стали Не Не столь гигантские Вот с этими Ватными плечами Уже И приталенные Короче То есть Сочетание Укороченный Пиджа Широэлац Ну это все Отображено В советском Кинематографе Конечно же Это можно увидеть Посмотреть Ну и зимой Конечно Хрущевская Мода После сталинских Вот этих Полувоенных Френчев У нас Тоже сохраняли На фото попадаются А мода была Особенно зимняя Это шляпа Пирожок Обычно У большого Начальства Ракулевая У народа Попроще Цигей Вот И обычные шляпы Входили в моду Особый шик Это были Шляпы Из Чехословакии Которые Там где-то Привозили И доставали Фирмы Бриллианты Топас Вот носили И Ну Женщины По-прежнему Ходили в платочках С осами Шаль Плотки Да Небольшая Такая была Прослой интеллигенции Которая могла Позволить Ну представьте Валенки зимой По-прежнему Да ладно Вален Вален Ноговицы Ноговицы Ага Вот были Ноговицы То что на ноги То есть это для 57 года Это была Распространенная одежда Особенно для бедных Вот таких Сел Деревень Ноговица Это такая Типа большой носок Сшитый Вот рукав от телогрей Если взять И заштопать с одной стороны Одеть на ногу Вот это Ноговица А сверху Одевалась галоша То есть удобно Практично И тепло Передвигаться И тепло И незатратно Можно было дома сшить Вата Это был основной Утеплитель Вот я не знаю На фотох Да что говорить О ноговицах Вот если Правда Не из Нашего Региона А по-моему Из Лужской области 57-й Год Рынок Видимо Какой-то Райцентр Съехались крестьяне В лаптях В лаптях Лето соответственно Лето да То есть я полагаю Что и у нас Отдаленные В 57-м Так же ведь был Дефицит на Мануфортуру Я в 80-х В 80-х Рос Но я Лапти прекрасно Помню в сельской местности Но в них конечно Никто не ходил Тогда ходили Тогда все Вот ничем Можно было увидеть И не в музее Я думал Дореволюционные С ним А это С одной стороны Представьте Это спутник Космос Там все В запое читают Фантасти Устроят Телецентры А с другой стороны В наговицах И в лаптях Ну вот Кроме галоши Еще у нас Конечно Вят Это еще Салтыковщий дрын Отмечал Что грязь 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 И весь город То нет В грязи Осенью И весной И поэтому Если галоши Их носили И с наговицами И просто одевали На обувь Вот чтобы пройти Через вязкую Такую Бездорожье Распутицу У нас вот школа Я учился в 37 Это уже были 60 Годы Школа в 59 Году От до 60 Там чуть ли не До 70 Перед Входом в школу Было такое Железно Рыто И мини Швабры И были Сверевочные То есть надо было Люди приходили Вот откуда Это по грязи И уборщица Следила И вот надо было В воде Вот эти сапоги Мыть А что говорить О 57 Году А второе явление Это уже Боли Адамс Это были боты Сейчас боты Ну боты Боты представляют Откуда слово Такое вообще взялось Кстати А это упрощенный ботин И они могли быть Полностью резиновые Но вот эти боты Они порой тоже Одевались Не просто на ногу А на Какую-то Офисную Сегодня сказали Обувь И вот в этих Огромных Тяжелых ботах Вот Почти немцы В этих Раза Отсвали Хвойную вот Шлепали По грязи Просто я помню Еще с детства Уничижительное обращение Ах ты В ботах Ругательное такое Ну было Не очень элегантно Хотя боты Тоже пытались Сделать Там И с облуком И с псевдозастеж Сейчас вот Кстати Что-то Ой возвращается Все же идет По спирали Вот есть Очень хорошее Я купил на дачу И не жалею Из этого Этилен винил Ацетат Вот И легчайший Вот тоже Ну я конечно На ботин и не одену Например По сырой траве На даче ходить Вот И в ботах Это Хорошо Минутка Давайте анонсируем Появление Не успели В следующем году Телецентр Вот строился Телецентр Он уже в 57 году Был построен Все ходили Смотрели Ждали Одновременно с телевышкой Телевышку привезли Из Днепра Петровск Бэушную или новую Новую Но это были вышки Которые ставили На химзаводах Чтобы Датчики загрязнения Какие-то Да Распылять И это Вредные выбросы Чтобы не травить людей И вот эта вышка Она С небольшой передел И стала Использоваться Носитель для передатчиков Да И она горела Вот чему там гореть Но видимо Были Это леса строительные И все Ее построили Так что Построили нижнюю Потом приподнимали Следующую Вставляли Вторую от земли Потом приподнимали Снова И вот До верха И Горела она Вот не могу найти Фотографии Где пожар Ну вот это был Один шаг До телевещания Открытие эры Телевидения Мы поговорим 50 Восьмого Может следующая передача Через две недели А в целом В принципе В 57-й год Это было Оттепель Это Лундстрим играл Свой Атом Буги Это была музыка Это уже Появился термин Rock and roll Это было весело Это было Хорошо Была пора ожиданий В общем Время было замечательное В общем Поколение послевоенное Дети послевоенное Уже подросли И как-то Раны затягивались С каждым годом Военные Спасибо большое Евгений Питонин Историк Краевед Руководитель музея Вятского госуниверситета До встречи Через две недели И еще раз Можем пригласить На вашу встречу В ботаническом саду Какого числа еще напомните? 17-го Вечером У нас будет Эль Танго Можно на сайте ВятГУ Посмотреть В 19 часов А 19-го Будет Джасмин Сард Да И вы с лекцией О стелегах Там у нас можно Сидеть Ведь там стулья ставят Все боятся Что там стоять Два часа Нет-нет Полный эмфорт А я С стеляка 23-го 23-го августа Начало Тоже в 7 часов В 19 часов Ботанический сад Еще раз напоминаю Карла Маркса 95 Спасибо большое До свидания Сделано в ветке Продолжение следует...